ну вот дождались репетируем пятницу сегодня с нашими гостями группа voyagers сегодня у нас гостях космическая тема космическая музыка у нас в студии очень я рискую что-нибудь напутать саш пожалуйста дэйв стеллар правильно сказать или стала дэйв стеллар и виктория вейс это же это же псевдонима да ну я имею ввиду вот эти вот фамилии сами да ну как если да 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 все верно ну что на самом деле иванов и петрова да нет ну ладно не будем раскрывать ваш стиль кстати про стиль раз сегодня день космонавтики музыка у вас специфическая мы обязательно послушаем совсем скоро но давайте расскажите мы в нашем городе по крайней мере точно не встречали ничего подобного так ли это действительно ли у вас нет конкурентов вашем стиле как это называется направлении как вы до него дошли каким-то рамками стилистическими конечно я бы нас не загонял вот но характеризовать можно стиль как синт-поп и синт-вейв хотя к музыке наверное это имеет некое отдаленное отношение синтезаторная музыка ритмичная и скажем так психоделическое таком более светлым пониманием но и насколько мне известно вы исполните кавер версии да на данный момент да мы вы делаете к эту свою обработку уже готовых песен так получается что . да ну да да песни до песни сейчас материал у нас состоит из песен других исполнителей довольно известных мы делаем переосмысление этих треков в том стиле в которую нам нравится имела можете привести примеры какие чаще всего берете зарубежные российские пробовали брать нет вы назовите исполнительника с которым вам наиболее комфорт чаще приходится работать в том то и дело что совершенно разные мы никогда не повторяйтесь исполнители артисты не интересно нам интересно как это будет звучать стилях синт-вейв наверно всех заинтересно послушать эту обработку понятно то есть вы берете принципе коллектив который не относится к такой музыки к электронной может быть да берете трек и делать его вот именно вот в своей версии вот этой электронной да да правильно принц песня лавы она же очень дисковая такая фанковая мы туда принесли немножко синт-вейва хотя и такие отголоски есть к нью-диско кто не знает этот трек принца на всякий случай а многие не знают что когда какой-то более яркий пример есть из известных треков нас ну реально есть дайванс но звучит она конечно совсем иначе да да но в основном это треки более неизвестных команд не пробовали что-то сами описать не хотелось ну я думаю что мы такую некую обкатку материала для самих себя и вообще в пространстве который мы находимся музыкальном уже прошли и сейчас готовы к написанию там собственно материал в котором мы работаем уже в принципе давно а то есть работа ведется на ведется над своим материалом и на что он будет похож на то что вы делаете сейчас или это будет ну совершенно все по-другому похоже но мы хотим обратиться все таки никому классическому изучению вот тем золотому золотой эпохи музыкальный это конец 70-х начало 90-х в этом промежутке как мне кажется там было очень много направлений дошла революция до из-за технического прогресса в том числе из-за синтезатор поевшись там эти диска итало диска евро там dance евро диска и так далее теперь такой я назову это новая волна новая волна да то есть это уже не сингтоп будет не синтвэйв скорее всего не увы как его характеризует хотя туда можно перечислить и дюран дюран в каких-то конкретных исполнителях черпали вдохновение или старались наоборот абстрагироваться конечно это все из детства из юности кто это у нас с вами разное детство просто извините у нас я так понимаю что немножечко похоже то есть это и депешмот видимо до коллектива камуфляж не ордер аха патчо бойся я у тебя интервью потом возьму слышал слышал конечно но депешмот конечно колоссальное впечатление произвел альбом их утра как-то не странно это странно потому что этот альбом они даже зачастую не исполняют ни одной композиции но по другим соображениям но они не сладко эти композиции на концертах собрались ребята узко направленная как сказать его такой не очень изысканный вкус он депрессивный такой да это не депрессивный ребят сейчас никто не понимает было бы логично и если бы до поздно подключился вот именно депешмот я слушал декюр дэв лепард ну конечно не такой рок виктория вам не хочется иногда внести какой-то свою лепту своего какого-то видения в тот материал с которым дэйв работает вы не предлагали ему его кредо использует маршрутки встретились нет нам в этом плане повезло у нас вкусы совпадают вот поэтому да я не всегда совпадали или что-то все-таки вы бы хотели такое чего набоитесь ему сказать нет нет если честно нет хорошо после рекламы да собственно voyagers трек называется какой вы предлагаете вот из этих двух это будет небольшая отсылка к тому что мы сейчас говорили так хорошо это почувствуем это космическое хорошо сразу после рекламы сразу ждут земля в иллюминаторе мне поведнелась действительно классные ритмы и но есть них что-то космическое группа voyagers у нас в гостях это виктория вейвс и дейвен стеллар доброе утро еще раз смотрите вы что самое главное мы спросили во первых хобби для вас музыка или это работа для обоих как вы с ней начали синтезировать да и конечно же как вы друг друг нашли как образовали группу voyagers это довольно банальная история сразу перешла уже знакомства я хотел рассказать все все началось все в моей жизни было связано с музыкой так или иначе какие-то занятия меня или основная работа была связана либо с медийным какими-то штуками либо с музыкой это например музыкальная школа музыкальное училище нет я не очень так зачем я я хотел поступать на на практически уже взяли ну почему-то я поступил в другое высшее учебное заведение в итоге я продавал музыкальные инструменты а вот продавал музыку тогда еще на лайках звукозаписи на компакт-дисках и так и научился некоторое время работал в музыкальном магазине директором уже здесь новосибирске это нормальная история фотографы тоже говорят что у них лучшие снимки получается у тех кто сначала продает продавал до фототехнику возможно вы виктория тоже с детства появится у меня музыка тоже была всегда в жизни у меня мама учите музыки музыкальная школа все все проще ничего продавать не пришлось ничего продавать не приходилось да но я никогда не думала что буду связывать свою жизнь с музыкой но сейчас это все таки работа до сейчас это уже основная не не хобби и вы тоже перешли в это с головой музыка вообще сейчас занимает полностью все мое время это и хобби и работа и смысл жизни возможно как вы познакомились как появилась группа а ну вы пара понятно да нет вы не пара просто вы так занялись занялись в этот момент что это не интересная история современный мир очень очень так грамм в контакте с этим мы познакомились просто кто первый решил что нужна группа кто кого искал кто это солистку или кто-то аранжировщика с момента создания первого музыкального коллектива моего дурацкого я мечтал о другом формате чтобы я на неких таких вот вторых ролях там что причал там где-то вот на гитаре была вокалистка и все это время такой коллектив и хотел сформировать секторе получилось но и вы сейчас вдвоем выступать да отличная группа вас саша спасибо друзья мы понимаем что музыкантам с утра проснуться тяжело и поэтому с вас веселая история напоследок и уже идите досыпайте домой так сила история это был новогодний корпоратив новогодний корпоратив на медицинской некой компании большой актовый зал и перерывы между треками там буквально там 5-10 секунд и паузы такие вот из фэйд ин фэйд аут и громогласный такой возглас из зала уже концу где-то программа дали середине все были довольно бодры и веселы новый год корпоратив такая а давайте танцевать на сцене прямо между между музыкальными инструментами между микрофонами между солистками между музыкантом там где-то да и самое забавное что в перерыве между блоками как раз организаторы нам рассказывали очень интересную историю что прошлом году новогодний корпоратив у этой же компании закончился тем что танцевали на сцене и половина аппаратуры тут кто-то услышал вашего дела да со сцены и это было очень страшно и смешно вылезли на сцену медики нет вы им не позволили нет мы защищали мне стало неинтересно наверное там там поняли что не 8 человек из вашей аппаратуры особенно не это очень хорошая информация Продолжение следует...